Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемый Фарид Исмогилевич. Ну, разрешите от вашего имени поприветствовать нашего Фарида Исмогилевича. Ну, Фарид Исмогилевич председатель, руководитель Иркутского отделения Российского кардиологического общества. Кто сегодня у нас впервые на заседании кардиологического общества. Вот давайте поприветствуем Фариду Исмогилевичу. У нас традиционно, вы знаете, два раза в год Фарид Исмогилевич к нам приезжает. В отличие от других наших иркутян. Всех поздравляю с наступающим Новым годом, хотя еще вроде рано, но все равно. Пожелать вам всем здоровья, ну и дальнейших творческих успехов. Спасибо огромное вот нашей Галине, Галине Канонниковой, Татьяне Николаевне Медведевой. Спасибо огромное, что вот они привозят нам нашего любимого Фарида Исмогилевича. Но сегодня программа у нас, слово предоставляется Фариду Исмогилевичу. Ну это традиционное, вот последнее время, придумали братские встречи. Последних работ, это вот мы недавно, в сентябре было опубликованы рекомендации клинические российского кардиологического общества по оценке переоперационно-сердечного риска. Это важная составляющая работы кардиолога, довольно непростая, потому что терапевты хирургических подразделений иногда направляют, офтальмологи и другие, чтобы мы дали оценку переоперационного риска. И эта задача, конечно, пока еще не очень хорошо знакома многим кардиологам. И мы вот с коллегами решили, ну, во-первых, идея была просто попробовать написать российские рекомендации, чтобы понять, что это такое, как это делается, каким образом разрабатываются рекомендации. Мы это написали, то есть мы теперь понимаем кухню создания этих рекомендаций. Основная проблема, это то, что их внешне мало кто проверяет, а доверять неправильно. То есть, по идее, должна быть жесткая, независимая, многоцентровая экспертиза, чтобы уже можно было доверять рекомендациям, потому что иначе качество и уровень могут быть ненадолжны. А это же официальные рекомендации, которые мы должны использовать в практической жизни, согласно федеральным законам. Ну, это самая популярная у нас книжка, мы ее уже подготовили в 12-й раз. Она не имеет аналогов и конкурентов, то есть это локальная, компактная, на практикующего врача рассчитанная книжка, как по кардиологическим проблемам, так и по коморбидным состояниям, потому что нам приходится и с диабетом вести пациентов, и с дисфункцией почек и так далее. Ну, и мы надеемся, поскольку мы уже сдали ее на верстку, где-то, наверное, в декабре, может, в январе-феврале она уже должна появиться у нас. А это тематика наших встреч с вами, это и коронарная болезнь в первую очередь, ну и две проблемы, которые тоже часто в нашей жизни встречаются. Моя задача познакомить с последними, вот мы встречались не так давно, вот, значит, за эти несколько месяцев те исследования, которые в современной мировой кардиологии появились, и которые мне показались важными и интересными, я бы хотел вам представить. Это помогает, во-первых, понять, на каком уровне работает современная кардиология, с одной стороны, и с другой стороны, сосредоточиться на понимании, не на использование шаблонов схем, да, а на понимании проблемы, потому что именно от понимания идет более высокое уровне диагностика и качество ведения пациента, безусловно. Ну вот коронарные бряшки. Ну, сейчас в основном в амбулаторных подразделениях используем КТ, конечно, ангиографию, а не инвазивную. Ну, что здесь мы видим? Сравнивали мужчин и женщин. Ну, к чему пришли? Ну, то, что мы, собственно говоря, знали, да, что примерно разрыв по бляшкам между мужчинами и женщинами где-то в районе, там, 10, вот здесь получается, 12 лет позднее. Коронарный атеросклероз без коронарной болезни, ну, то есть нет ишемии, да, просто бляшку нашли случайно или по каким-то другим поводам исследовали. Такие бессимптомные коронарные бляшки чаще у женщин. Если у нас есть уж настоящая коронарная болезнь, то у женщин, смотрите, вот эта доля абструктивная, да, а это неабструктивная. То есть довольно много, ну, как мы и предполагаем, неабструктивных форм коронарной болезни. То есть когда бляшка не закрывает более половины просвета сосуда. И у женщин мы уже тоже обсуждали с вами ранее, несколько выше частота вот этих неабструктивных форм. Два основных направления диагностики. Мы, пациент, поговорили с ним, заподозрили, что у него может быть коронарная болезнь. Либо дискомфорт в груди, да, либо боли какие-то напоминающие коронарную болезнь. А поскольку там может разность скрываться, нам надо верифицировать. То есть два направления. Это функциональные нагрузочные тесты и анатомические коронарные тесты. А поскольку у нас сейчас КТ-ангиография есть, нам, в принципе, не надо госпитализировать и лезть катетером туда, в зону коронарной артерии. То есть мы можем использовать КТ-ангиографию. Огромное количество исследований, мы с вами уже некоторые из них обсуждали здесь. Какой лучше? То ли на КТ-ангиографию направить, то ли на стресс-тест с эхокардиографией или со сцинтиграфией миокарда их направить. Ну вот это исследование показало, что вероятность выявления коронарной болезни, она близка очень. Ну то есть примерно с близкой вероятностью вы можете подтвердить или опровергнуть либо тем, либо другим тестом. Но я бы хотел обратить внимание, что они вообще-то оценивают с разных сторон. Что бляшка, она анатомическая, но уже не значит, что она гемодинамически значимая. То есть там может быть 95% стеноз, а ишемии может не быть. Ну потому что либо по давлению хорошо проходит, либо коллатерали достаточно сформированы и так далее. Поэтому я бы хотел обратить внимание, что они дополняют друг друга. Поэтому если мы хотим вот комплексную оценку или более надежную оценку, то тогда, конечно, надо использовать и анатомические, и функциональные тесты. Понятно, что это достаточно дорого будет для пациента, потому что это больше 10 тысяч КТА-ангиографии уйдет. Ну и часто сопоставимые цены уйдут на другие функциональные тесты. Но вопрос принципиальный, видите. Если нет коронарной болезни, это вопрос самый принципиальный, какой может быть. Потому что это основная причина смерти всех людей. Это значит, мы обязаны очень агрессивно вести на статинах под максимум, давай под 80 миллиграмма торового статина, дезагреганты довольно серьезные, плюс еще какой-нибудь бета-блокатор и так далее, добиваясь снижения частоты. И это всю жизнь еще. И плюс еще пациент будет знать, что у него над ним висит инфаркт миокарда. Конечно, во многих случаях, и я в своей практике так поступаю, я использую оба теста. Даже иногда, если второй тест просто стресс-экэгэ, ну, трэдмил обычный. И вот здесь, кстати, использовали этот трэдмил, между прочим, в этом исследовании. Потому что вы знаете, что в последние годы как-то к трэдмилу, к стресс-тестам с ЭКГ относятся так снисходительно, что вроде как они не совсем уж прямо такие надежные. Но в данном случае, при этом сравнительном исследовании, он показал себя вполне на уровне с другими тестами. Сравнение с инвазивной ангиографией, вот это мета-анализ исследований показал, что в целом вполне сопоставимые результаты. Понятно, что на первых этапах был скепсис, да, ну что это, КТ-ангиография, нет, давайте лучше инвазивную сделаем. Но инвазивная, она ведь и есть инвазивная. С повышенными рисками, с большим количеством контрастов и риска острого повреждения почек, в частности. Плюс местные проблемы, когда вы зашли к катетерам. Поэтому тут есть много проблем. Потом это не так распространено. Это надо госпитализировать, готовиться и так далее. А тут что он пришел, сделал, через несколько часов там вышел и пошел дальше. Есть разные аппараты, да, для КТ-ангиографии. Ну, у нас в Иркутске много 64 срезов. И есть, вот, допустим, в диагностическом центре 640 срезов. А где-то стоят еще 32 и 16 срезов. То есть нам надо понимать, в чем разница. Изначально я думал, что 640 срезов – это намного лучше визуализирует бляшку. У меня вначале были такие представления до того, как я стал знакомиться с этой проблемой и получше читать. Выяснилось, нет, не совсем. То есть, в принципе, 64 срезов достаточно. Но там проблема в чем? Проблема возникает в качестве визуализации на фоне редкого ритма. То есть для вот этих малосрезовых КТ нужен редкий ритм. Брадикардия нужна. Хорошая брадикардия нужна. И регулярный ритм нужен. Вот для примера сравнивали 16-240 срезов. Вот это качество, ну, это очень высокое качество. Это качество так хорошее. Вот это среднее качество. Взяли пациентов с фибрилляцией предсердий. Там же РР неравномерный. Это проблема. Для КТ это большая проблема. И вы видите, 320 срезов. Большая часть пациентов получится хорошая качественная визуализация коронарных артерий. А здесь не больше третьей качественной визуализации. И что они там увидят еще? Еще одна проблема, конечно, которая мешает визуализировать коронарные артерии – это кальциноз. Я чаще в диагностический центр направляю. Они вначале, и правильно, кстати, делают, вначале они оценивают кальциноз. Ну, индекс кальция. Многие центры их не оценивают. Они просто делают, и все. Пришел человек, заплатил, все и сделают. А кальциноз-то мешает же оценивать. На кальцинозе нельзя, в принципе, делать КТ-ангиографию. Почему вот проблема есть при выраженных поечных дисфункциях? Там же кальциноз, да, нередко встречается. Ну, вот в этом и проблема. То, о чем говорил Сергей Дашанимаевич, это тоже специалисты, центрозависимый метод. Вообще все, да? Все в нашей жизни зависит от специалистов и от центра, в котором надо делать. Поэтому, естественно, в профессиональной среде у нас есть свой рейтинг, да, кому можем доверять, кому осторожненько, кому лучше не направлять. Вот это одно из больших таких направлений, исследований, по которому много. То есть, как выбирать между этими тестами, потому что два теста – это все равно дорого. Всем подряд их тоже не будешь делать. И вот этот алгоритм вы видите. То есть, вначале всем смотрится анатомия. Если там ничего нет практически, ну и живи с миром. Если там выраженные стенозы, ну, значит, нужна инвазивная, потому что, особенно если задействован ствол, допустим, три больших у нас артерии задействованы. Ну, там надо уже по-нормальному визуализировать и при необходимости уже проводить ревоскулиризацию. А вот в этой зоне промежуточных, а сюда попадает большая часть наших пациентов, вот тут приходится еще дополнительно функциональный тест назначать. Ну, в зависимости от того, какие у вас условия, вот, допустим, у вас внедрили здесь стресс-экокардиографию, значит, направляем на стресс-экокардиографию. Если где-то нет такой возможности, ну, обычная стресс-экога делается, да и все. Коронарный кальциноз, он сам по себе обладает очень хорошей диагностической возможностью, потому что кальциноз это, если не брать там какие-то другие заболевания, это гиперпаратериозом. Это, по сути, это бляшка, то кальций откладывается в бляшках. Поэтому, если вы сомневаетесь, допустим, есть там коронарная болезнь, нет коронарной болезни, и под рукой ничего нет, кроме обычного КТ, да, направили на обычное КТ, без контрастирования. Они кальций посмотрели, индекс просчитали, и это серьезное подспорье в плане диагностики. Потому что, чем выше этот индекс кальциноза, тем намного выше вероятность коронарного атеросклероза и, соответственно, коронарной болезни. А если там ноль кальция, значит, скорее всего, там нет коронарной болезни. Это хороший, объективный, очень популярный метод, что не случайно во многие шкалы входит именно коронарный кальциноз для улучшения прогноза коронарной болезни. Ну, а это тоже вот интересный случай у пациентки боли в груди, приходящие. Появятся, уйдут. И тут во время регистрации ЭКГ у ней боли, собственно, и случились. Причем по времени, вот здесь не было боли, вот здесь она появилась, и здесь она опять ушла. То есть, что мы видим? Приходящую блокаду левой ножки почкогиста. Вопрос, это что? Ишемия, да, то есть, мысль такая, да, ишемия вызвала нарушение проведения по левой ножке, и, собственно, со стенокардии это все проявляется. Но они же провели что? Они сделали КТ-ангиографию. Они сделали стресс-тест с синтеграфией МИАК, а там нет коронарной болезни. Они, давай смотреть другие случаи, другие исследования поднимать. Оказывается, такие вещи описывались. То есть, блокада приходящей левой ножки у ряда людей может вызвать боли в груди. Ну, то есть, я к чему, что насколько много разных клинических вариантов в нашей жизни. То есть, сама блокада может вызвать за счет десинхроноза, там, каких-то пока может неясных, да, еще нам патофизиологических механизмов, боль в груди. И тогда ее надо лечить, наверное, не традиционными путями, да, а, наверное, какой-то ресинхронизирующей терапией, которая вот устраняет десинхроноз. Понятно, что это такие случаи крайне редкие, но они есть. Я думаю, одной из наших главных задач, вот, наших встреч, потому что вся система вас заставляет ставить упрощенные диагнозы. А боль в груди, значит, станокардия. Всем. Вот поднялся на второй этаж, а дышка есть, все, это станокардия, второй функциональный класс. И попробуй потом сними этот диагноз. Спектр-то заболеваний огромный просто. Вопрос только во времени, желании, стремлении человека докопаться до истины. Вот, если это есть, это профессионал. Если нет, ну, приходится порой работать и в таких условиях. Теперь по лечению. Бета-блокатор. Их то критикуют, то их, значит, это возносят на небеса. Они работают. То есть их эффективность подтверждается и в современных исследованиях. Ну, речь идет о пациентах без сердечной недостаточности и без инфаркта миокарда, да. Они работают. Поэтому убирать их со счетов, как бы относить на второй план, их не надо. То есть это препараты, как были первого ряда для стенокардии нагрузочной, стабильной, так и остались препаратами первого ряда. Почему? Потому что у них же не только противострессовый антиангенальный эффект, а они же еще и внезапную смерть предупреждают. А треть пациентов у нас умирает внезапно. Внезапно. Это вот феномен интересный. То есть треть пациентов умирает внезапно в сердечной смерти. В диагноз мы поставить его не можем, потому что морфологи против. Они говорят, а такого нет диагноза. Нужно же какой-то диагноз ставить. А внезапной смерти нет. А мы им говорим, да кого же она как бы. Вот молодой, ничего нет. Вот аритмию мы даже поймали. Вот фибрилляция прошла. У нас, значит, огромное количество руководств по внезапной смерти. Значит, статистика там говорит о том, что треть умирает внезапно. А у нас нет по статистике внезапной смерти. Она отсутствует. Как это так? А раз она отсутствует в статистике, а, собственно, ей внимания никто не уделяет, да конец же заболевания. Сколько вы в диагнозе внезапных смертей поставили за всю свою жизнь сердечную? Сколько? Ну, вот не напишу, сколько вы поставили? Мало поставили, да. Ну, вот о чем и речь. Это тоже интересное исследование. Это еще раз подчеркивает важность дислипидемии, которая, в общем-то, важнейший фактор в бляшке, в формировании бляшки. И посмотрели пациентов с инфарктом миокарда и без инфаркта миокарда и сравнили у них липиды. Причем задолго до развития инфаркта миокарда. То есть у тех, у кого был инфаркт миокарда, это вот пунктирные линии, у них выше общий холестерин заметно. Ну, а это возраст. То есть у пациентов, если брать, у тех, у кого произошел инфаркт, у них в среднем холестерин намного выше, чем у тех, у кого нет. Это еще раз подчеркивает важность дислипидемии как фактора риска для развития коронарной болезни сердца и острых осложнений. Еще одна тоже дилемма у кардиологов. Вот мы решили назначить статины, потому что есть у нас атеросклеротическая болезнь, и нам нужно вести активно. У нас два пути. Первый путь – это сразу даем максимальную дозу, да, и, собственно говоря, не думаем ни о чем. Это либо 40 мг розового статина, либо 80 торового статина. А второй путь – это мы подбираем. Ну, вот давайте дадим сколько? Ну, давайте 20 мг атеросклеротического статина, а потом сдадим липидограмм. А, что-то высоковато. Ну, давайте 40, да, дадим. И, наверное, этим остановимся. Вот два пути, да? Вопрос, какой лучше? Вот они сравнили, вот этот целевой был уровень. Эффективность, безопасность примерно была одинакова. Ну, то есть оба пути, в принципе, они приемлемы. И тот, и другой путь. Конечно, быстрее, если вы хотите быстрее подобрать, то сразу начинается высокоинтенсивное. А подбор это же время требует. Понятно, что это сэкономит вам препарат, потому что не всем нужно 80, кому-то же нужно поменьше. Но это потребует времени. Сотрудничество с пациентом, неоднократных консультаций и так далее. Поэтому эти вот два пути, они есть. И, в принципе, можно, вот если на это исследование опираться, можно либо тем, либо другим путем. Теперь вот это тоже, как бы, некоторые врачи и вопросы задавали. А что лучше, да? И пациенты задают. А вот розовый статин или аторвостатин? Ну, в основном двумя мы работаем, да, этими препаратами. У пациентов с коронарной болезнью, лечь о них идет. Вот перед вами результаты, поскольку кривые, связанные с осудистыми событиями, примерно одинаковые, в зависимости от длительности наблюдения, значит, принципиальной разницы никакой нет. Что розовый даете, что аторвостатин даете. Но, поскольку розовый статин – это более активный все-таки, да, более агрессивный препарат, у них чаще приходилось принимать антидиабетический препарат. Потому что проблема ведь статинов – это где-то 2-3% риск диабета. Поэтому всегда возникает определенный дискомфорт, вот когда приходит пациент, вроде бы с повышенным риском, да, серосудистых заболеваний, и у него сахар в зоне предиабета. И что делать в этой ситуации? То есть еще не диабет, а пока еще предиабет. Если мы дадим статин, вроде бы мы, возможно, снизим серосудистые риски, но тогда он перейдет в зону диабета уже. И когда мы получим, допустим, гликемию СМ, там уже надо по полной программе диабета лечить. Это тоже проблема. Лучше бы диабет попозже. Причем диабет сам ведь является, да, большим фактором риска еще к тому же. Иногда даже смотришь, у меня есть пациенты, мы тренды смотрим, как быстро он дрейфует в зону диабета. И иногда мы чуть-чуть попозже начинаем или пытаемся без статинов как-то обойтись какое-то время. Хотя это формально против правил. Но это мы с вами говорим о чем? Мы говорим с вами еще раз, да, об индивидуальной персональной медицине. Не о той, где всем пациентам по стандарту мы назначаем одно и то же лечение, за которое нас одобрит эксперт страховой компании. Мы говорим о максимально эффективном, безопасном, но персонализированном лечении. Именно об этом. Потому что говорить о рекомендациях я смысла большого не вижу, ну, возьмите, да, почитайте, собственно, и назначайте по нему. Ну и вот эзетимиб, которым очень долго, вот я не помню, мы уже лет там 15 или 20 о нем говорили, что вроде есть такой препарат, можно использовать, и вроде как-то, и он не шел вообще. Вот народ как-то очень индифферентно относился ко всем нашим обсуждениям, хотя давно уже было показано, что он эффективен, что можно со статинами его принимать, и все хорошо. Но, наконец-то, и вот я спросил сотрудников фармбизнеса, которые тщательно отслеживают же рынок, да, кто сколько назначает, покупают там, где кто, куда идет все это там. Они говорят, да, действительно, сейчас уже часто назначают, ну и по выпискам уже видно, да, что народ как-то потеплел к эзетемибу, и сейчас шире и чаще его назначают. И вот эффект эзетемиба при коронарной болезни. Ну вот столбики, это вот исследования 23-го года, естественно, все последние. Но я должен сказать, если брать вот все-таки в данном случае американскую статистику, эзетемиб, это вот, видите, светленькая, да, вот его частота назначения. Она скромная. Ну и у нас это скромно, естественно, там. Понятно, что лучше, чем было, но пока еще довольно скромно. В основном, конечно, доминирует статину. Причем, видите, произошел тоже не так давно перелом к высоким дозам статинов. Помните, мы сколько обсуждали с вами, вот давайте, от урва статин 80 обязательно, там, розовый статин 40. Все говорят, да, 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 так, смотрят и назначают 10 миллиграмм или 20 урва статина. Практика же она не так быстро, да, вот пришел там, и завтра все поменяется. Не, народ не реагирует обычно поначалу. У вас свои установки? Не, ну, что-то опасно, зачем? Ну, лет 10 пройдет, смотришь, ну да, пора уже, пора, что-то часто говорят, уже как-то неудобно, и вот другие назначают. Все, пора. Все, давайте назначу 40 миллиграмм от урва статина, дожали вы меня. То есть, это вот пока проблема еще остается широкого назначения. Но, вот тут еще видите, что важно, что, хотя гиполепидемический эффект, конечно, скромный у детьми, это очевидно, да, вот, но в сочетании со статином, он дает очень неплохой эффект и может дополнительно, к тому, что мы можем добиться на статинах, можем дополнительно еще снизить сердечно-сосудистые риски. А в тех случаях, когда высокие дозы статинов потенциально опасны, ну вот о которых мы с вами говорили, диабет, допустим, под сомнением, кстати, остается повышение риска внутричерепных кровоизлияния. Ну и вот эта тенденция, о которой мы тоже с вами говорили, что если раньше всем аспирин, как монотерапия, то сейчас, конечно, вот последние года два, наверное, маятник очнулся и по каким-то, может, не самым надежным исследованиям какие-то небольшие позитивные моменты в отношении рисков сердечно-сосудистых как раз связаны именно с вот этим механизмом ингибирования тромбоцитов, а не традиционным аспирином. Плюс у аспирина, вы помните, есть и другие проблемы, они хорошо изучены. И, конечно, когда мы говорим о лечении коронарной болезни, поскольку речь идет о прогрессировании коронарного атеросклероза, то речь идет, конечно, о так называемых факторах риска. Ну, поскольку я много лет занимаюсь коморбидностью, а это ведь то же самое коморбидное. Все вот эти дислепидемия, гипертония, нарушение углеводных, это же коморбидность. Поэтому вот этот мой треугольник, я его недавно придумал, сейчас вот всем показываю. И шкалы прогноза, вот шкалы прогноза, это вообще-то шкалы коморбидности, ну, потому что туда входит коморбидное состояние. Ну, и, конечно, модифицируемый фактор риска, их по-разному градуирует, индуирует, и они, видите, сильно варьируют в зависимости от возраста. Я просто на примере депрессии, которая, ну, вы знаете, да, что и кардиологи уже включили их факторы риска, и мы все вот как бы работаем, уже много лет психиатрами, пытаемся интернистов и кардиологов клонить на свою сторону, что надо тревогу, депрессию диагностировать, и не только, но и лечить еще, да. И это настолько важно в качестве жизни, что это существенно превосходит всю терапию кардиотропную, которую вы все проводите, и мы проводим тоже. Потому что наша терапия на качество жизни не влияет, но вы хорошо знаете, ну, за редким исключением. Там, когда он сидел ночью с одышкой, потом мог спать. А в остальных случаях, ну, от того, что назначили статины, кучу дезагрегантов, качество жизни же не улучшилось, оно ухудшилось, объективно так говоря. А это заметно улучшает качество жизни. Нет, я почему еще тут говорю, потому что, видите, депрессия, она очень важна, ну, вот, в иерархии практически молодых, а уже у старых людей ее роль не так высока. То есть роль факторов риска, она существенно варьирует в зависимости еще от возраста. Но пока у нас, это опять индивидуальная медицина, да. Традиционная медицина говорит, что надо со всеми факторами риска бороться, у всех одинаково, и все вообще люди одинаковые, и всем тогда и лечение нужно одинаковое назначать. И думать не надо, кстати, при этом. И несколько исследований, которые посвящены образу жизни, вот это считается, как бы много овощей, фруктов, орехов бобовых, рыбы там и так далее. Да, это работает и, в принципе, снижает, и все исследования подтверждают, что это именно и есть здоровый образ жизни, здоровое питание, и это очень важно. Жирные кислоты, ну, насыщенные в свое время, ругали сильно, да, что они плохие, ненасыщенные, хорошие. Ну, вот последние исследования говорят, и насыщенные вообще без разницы, они как бы сильно не снижают. А вот ненасыщенные, либо моно, либо поле, они снижают все-таки. Поэтому, помните, помягчилась трактовка там, в свое время же мы со сливочным маслом боролись, потом с яйцами боролись, по ветре шли. Ну, в последние годы, конечно, накат на красное мясо, что там и онкологи тоже как-то сильно не нравится им, что красное мясо, надо именно белое обязательно. Ну, это вот, которое в инкубаторах, я так понимаю, да. А вегетарианцы, да, то есть у них снижается холестерин, в этом плане благоприятно. Один из вопросов, можно же прийти с работы и побежать. А можно работать и в субботу-воскресенье пока бегать. Большая часть ни то, ни другое, правда, не выполняет. Но для некоторых вот это важно. И вопрос всегда возникал, что полезнее, да что хуже. Без разницы. Можно пять дней работать, а в субботу-воскресенье уже бегать, не тратя время, да, уставши прийти с работы еще тренироваться. Можно это делать в субботу-воскресенье, эффект примерно одинаковый. А вот тоже интересный вопрос, а на работе? Вот некоторые же пациента спрашиваешь, да, нагрузки-то какие у вас нагрузки там? Говорят, да, конечно, на работе нагружаюсь, и хватает. Решили проверить и нашли интересную вещь. У мужчин физические нагрузки на работе оказали неблагоприятное влияние на риск. У женщин, наоборот, профилактическое. Ну, интенсивно, да, интенсивно физически. Ну, необычное, рутинное, это вообще не нагрузка. Некоторые считают, что это нагрузка, он поднялся три раза по лестнице, когда он считает, что он нагрузился. Не об этом речь идет, об интенсивной работе. А поскольку мужчины это все-таки основная группа риска по коронарному атеросклерозу, их аргументы, что они на работе работают, не по глазу, а значит, ног, рук, они являются фактором, защищающим их от коронарного атеросклероза. А вот спортсмены, которые по 40 километров бегают каждый день, да по горам еще, и пытаются нас склонить на свою сторону. Вот у них-то это более полезно, чем наше. У меня режим такой, то есть я через день бегаю по 5 километров, у меня роща такая, ну, холмистая, сильная. Я надеваю кроссовки и бегу. 5 километров пробежал, вернул, все, 40 минут, часу бегаю. Вот мне хватает. Полезнее, чем вот каждый день, там через день по 40-20 километров упахиваются. Оказывается, ну вот, пожалуйста, ничего не дает. То есть интенсивная нагрузка, спортивная, марафоны бегают, она не приносит дополнительного, защищающего от коронара атеросклероза и других болезней, не эффекта. У каждого свои привычки, тут что скажешь. Вот это мы уже обсуждали с вами число шагов. Уже даже небольшое число шагов, но вот это кривое мы тоже примерно показывали, последнее исследование показывает, что где-то, если к 8-9 тысячам шагов подбираемся, где-то уже выходим на максимальный уровень все, что может дать нам шаги. Генетика. И нас учили, и мы продолжаем иногда спрашивать, как у мамы, у папы, мама в 40 лет умерла от инфаркта. Важный фактор. Важный, да? То есть, значит, этот человек более подвержен генетически. Вот у этих генетически предрасположенных коронарной болезни и другим атеросклеротическим заболеваниям пациентов, у них эффективность профилактических мероприятий будет выше. Ну, известно, чем ниже риск, тем меньше эффект лечения, да? Чем выше риск, тем выше эффект лечения, соответственно. Поэтому, если мы знаем, что братья там болеют, папа, мама болели, ну, риск очень высокий. Поэтому нужно больше внимания уделить профилактике и воздействию даже на пограничные зоны. Ну, например, при диабет идет. Мы же не всем назначаем метформины и другие антидиабетические препараты. А если риск высокий, то их тогда надо агрессивно лечить. Почти как диабет надо лечить. Или давление, да? Ну, кому-то, ну, ладно, 130-140, там, примерно, ничего, да, пойдет. А если риск высокий, значит, мы зажимаем ему под 120. То есть, у высокого риска мы стремимся факторы риска максимально все снизить. Ну, вот это тоже проблема. Вот индекс массы тела. А у спортсмена высокий индекс массы тела. Ну, что, ожирение? А у него ни капли жира, одни мышцы только там. Вот их как оценивать? Мы с вами говорили, что индекс массы тела это вещь такая не очень корректная на самом деле. Избыточная жировая масса повышает риск, а безжировая защищает. То есть, тогда надо структуру смотреть, а не писать в диагноз, да, ожирение там третьей степени. К ожирению, там, амбал такой пришел, там, жироценивать, везде мышцы даже. Ну, это революция, которую мы говорили с вами, часто и обсуждали. Сколько мы воевали с этими вот препаратами сульфанилмочевины, как-то ничего не сдвигалось. Все назначали их дешевые, но потом кое-как эту проблему расшатали. И в том числе во многом благодаря внедрению вот этих препаратов, в первую очередь, ингибиторов натрия-глюкозного, конечно, котранспортера, это дапоглифлозин, эмпоглифлозин, именно им. Потому что агонисты рецепторов, они все-таки, это парантеральные в основном препараты, недавно появились параральные. К ним как-то интернисты, кардиологи, сдержанно относились. Нет. А вот эти назначаем прямо вот всем подряд. Поэтому тех, кто еще не перешел, их всех надо переводить. Понятно, что дорого. Это не копеечная сульфанилмочевина. Это за 2000 где-то уйдет в месяц. Плюс еще, да? Но если есть возможность, то, конечно, надо всех переводить вот прямо. И даже тех, кого эндокринологи ведут на сульфанилмочевину. Убирайте и переводите. Ну, здесь та же самая ситуация. Особенно, если болезнь почек есть, потому что, как выяснилось, что эти препараты еще замедляют прогрессирование почной дисфонции. Понятно, что цена тоже есть, не только финансовая, но и некоторые другие проблемы могут быть. Там и инфекции мочевые, и там есть некоторые проблемы, связанные с кетоацидозом, допустим, присматривать надо. Но, тем не менее, это, конечно, препараты выбора. И сейчас вопрос не так стоит. Диабет, диета плюс метформин. Сейчас по-другому вопрос стоит. Диабет и ингибиторы натрия глюкозного транспортера сразу же сходу вместе с метформином. Но это исследование меня заинтересовало в первую очередь вот этими результатами. Потому что вы же прекрасно знаете, многие, к сожалению, по себе и по коллегам своим, то ковид-то прошел, а состояние-то месяцами, годами остается неважным. И вот этот постковидный синдром или постковидное состояние, как его предупреждать? Не очень понятно. Вируса-то нет уже, все. А состояние плохое. Легкие вроде тоже не повреждены, а пациенту плохо. И вот это рандомизированные большие исследования в авторитетнейшем журнале давали там две недели метформин в острый период. Смотрите, намного реже у них. То есть использование этих препаратов может помочь в последующем снижении риска постковидного синдрома. Понятно, что ревоскуляризация и с какого-то времени мы в последние годы стали говорить более активно в Братске, потому что тут, конечно, это новый этап развития кардиологии. А влияет ли на внезапную смерть? Не влияет. Вот мы о внезапной смерти уже неоднократно говорили. Это аритмогенная смерть. Триггером может быть ишемия, но это аритмогенная смерть на самом деле. И как мы с ней боремся? Надо, конечно, этому больше внимания уделять нам. Шунтирование ЧКВ у пациентов и с диабетом. Ну, конечно, мы с вами говорили, и это остается. Коронарное шунтирование. И в данном исследовании лучшие клинические исходы, но смертность была одинакова. Это говорит о чем? Потому что быстро прогрессирует ревоскулиризация внутрисосудистая. Становятся лучше стенты, улучшаются техники. И видите, по каким-то параметрам уже смертность не так, да, разница велика, как была раньше. Раньше же мы четко, да, три сосуда, ствол, все, значит, сердечный достатчик, идти на шунтирование. А разница между показателями при современном через кожном вмешательстве, она, вот эта разница все время уменьшается, уменьшается, уменьшает. А шунтирование все-таки большая операция со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, вот это тоже мы с вами обсуждали. С чем это было связано? С тем, что направлять были пациентов со стенокардией на ревоскулиризацию. Ну, инфаркт миокарда понятно надо направлять. А вот со стенокардией надо направлять или нет? И мы, я думаю, и другие коллеги обсуждали это исследование из химии, которое показало, что в принципе ревоскулиризация мало на что повлияла, на смертность, по крайней мере, и на повторный инфаркт она не повлияла. Продолжали исследователи изучать эту проблему. И выяснилось, что она все-таки помогает не только пациентам с выраженной стенокардией, она помогает тем, у кого ревоскулиризация была полной. Ведь от того, что человек прошел ревоскулиризацию, это не значит, что она полная, ну, что везде восстановлен коронарный кровоток. Там же просто написано, да, что проведено ортокоронарное шунтирование, поставлены такие-то шунты, такие-то стенты поставлены. А остаточный стеноз-то какой? А есть вот критерии. Стенозы больше 50% в сосудах больше 2 мм. И второй критерий – это стресс-индуцированный ишемия миокарда. Бляшку убрали, стен поставили. На нагрузочный тест направляем, а у него ишемия. Ну, значит, где-то еще есть сужение. То есть, это не полная ревоскулиризация считается. И нам еще надо доказывать, что ревоскулиризация, она эффективна. После через кожного коронарного вмешательства, ну да, мы сразу назначаем два антиагреганта. А что дальше? Современная тенденция сокращать вот это время до двойной антиагрегантной терапии. Там до 6 месяцев, при повышенном риске кровотечения до 3, и даже до 1 может. Но, казалось, что врачи, направленные в сторону сокращения двойной антиагрегантной терапии, стали меньше уделять внимание пациентам высокого риска, у которых не один инфаркт миокарда, у которых другие атеросклеротические проблемы, у которых куча факторов риска, и которым требуется не то, что там год длительный, а многолетний, двойная антиагрегантная терапия нужна. И где-то нужна терапия, как ее называют, с двойным путем действия, да, то есть агрегант плюс малая доза ревороксабана, того же самого. Потому что смотришь, а у него уже третий инфаркт, а он по стандартной схеме значит, лечится год-два антиагреганта, а потом его переводят на монотерапию. Так у него три инфаркта, вон он есть. Это значит, не работает один антиагрегант. Значит, он должен два получать по жизни, фактически. А если два не работают, заменяем второй антиагрегант антикоагулянтом, надо же усиливать. И вот вот эта терапия, вы ее часто видите, два дезагреганта больше года, вот этот компонент лечения нами недооценивается и недорабатывает. То есть, еще раз обратите внимание на пациентов очень высокого риска. Мы же на тромб-то как еще можем подействовать? Ну вот, только так. Ну а остальным, конечно, можно сокращать, сокращать вплоть до трех месяцев спокойно, и мы не сильно проиграем в этом плане. И то же самое расслабляется частенько, да, со статинами после, ну вроде как бы проблему же решили. Шунты же поставили, стенты поставили. Зачем, да, опять продолжать активно антилепидемическую терапию проводить? Ну и расслабляется. Опять, значит, 20 миллиграмм аторвостатину или бросает пациент. Так а атеросклероз никуда не делся. Ну поставили стент 2,5 сантиметра, да, в одном сосуде. Ну и что? В соседнем сегменте и рванет, собственно говоря. Или в другой арте и рванет. То есть, кардинально же проблема не решена. Поэтому, конечно, как продолжали, назначали активно, агрессивно статины, так и продолжаем после ревоскулереза. Ничего не поменялось. Ничего не меняется. А по этой статистике каждый пятый вообще прекратил пациент пить статины. Потому что вылечилось. И вот азитимипы здесь работают, кстати говоря. То есть, и после коронарного шунтирования та же самая ситуация. Вот это комбинированное лечение статины с азитимипом тоже здесь работает. Ну и устрый коронарный синдром. Этот проект рекомендаций, кстати, вот они скоро обновят его, но уже проект вот на сайте РКО висит. Можете с ним познакомиться. Я о проблемах говорил, отечественных рекомендаций. Вот к ним относится все, что я вам говорил в начале об этом. инфаркт миокарда без подъема СТЯ фрагментарно. Какие исследования были по этому, по ним я и собственно говорю. Частота у молодых не уменьшилась. Ну и вы видите по своей практике, что у молодых проблема сильно не решилась. Хотя вроде бы с факторами риска получше стало. И госпитальная смертность остается неизменной у молодых. То есть, вот эта группа, которой пока не удалось добиться существенного эффекта в лечении. Проблемы, ошибки и диагностики инфаркта миокарда с подъемом СТЯ. Ну, речь не идет о студенческих, когда 2 см подъема СТ у нас по всем отведениям. Речь идет, когда у нас где-то полмиллиметра поднялось, где-то там чуть-чуть поднялось, где-то поднялось там, где не должно подниматься. Ну, вот об этих маловыраженных подъемах сегмента СТ где-то только в реципрокных ушло у нас. Вот о них идет речь. Но, видите, это не является редкостью. И у этих пациентов позднее проводится коронарография. Соответственно, ну, естественно, что это увеличивает смертность. Конечно, вот эта настороженность в отношении подъема СТ, но для этого уже надо сравнивать еще пленки. Старые, да, функционалисты, там чуть-чуть по воню уже какие-то динамику смотрели, сейчас как-то не так это все используют. Нестабильная стенокардия, такой диагноз есть, он остается. Там, где нет повреждения миокарда, это, конечно, более благоприятная форма острой коронарной болезни. И во многих случаях такого уж необходимости прямо вот невысокого риска вести нестабильную стенокардию в стационаре нет. Второго типа мы тоже это обсуждаем и постепенно все-таки появляются уже и диагнозы, и шире ставят, хотя на самом деле это, конечно, довольно частый диагноз должен быть. Особенно у пациентов с какими-то обструктивными заболеваниями легких, в частности, там, анемии, например, тахикардия. Одна из самых частых причин инфаркта миокарда второго типа это пароксизмальная тахикардия. Но это же надо брать маркеры микроза. Если будем брать, то мы с удивлением увидим, что, в общем, оказывается, там инфаркты бывают, гипотензии и так далее. То есть причин это очень много. Пока мы диагностируем, может быть, каждый сотый, наверное, только из реальных. И вот есть два типа инфаркта миокарда второго типа, это исследование проводили, они их разделили так называемые субъективные, то есть жалобы и тропонин, и объективные, то есть там, где есть признаки повреждения ишемии на ЭКГ при визуализации. И, конечно, вот здесь исходы были хуже. Если просто тропонин и жалобы, это все-таки более благоприятно. А если уже где-то отражается довольно на большой зоне миокарда, то, конечно, там прогноз будет хуже. Каждый десятый инфаркт развивается при физических нагрузках. Ну, то есть, как триггер. И вот обратите, у кого больше? У более молодых с нечастой нагрузкой и без бета-блокаторов. То есть, если у кого-то есть риск, который не хочет бросать свои спортивные нагрузки, не дайте им бета-блокаторы. Смерть и сердечные стали снижаться, потому что мы стали, тем не менее, несмотря на то, что пока еще далеко не оптимально, но мы лучше ведем и факторы риска, и с коронарными болезнями лучше стали вести пациентов, но стала расти частота коморбидных заболеваний, смертость от них. А поскольку попасть к врачу не просто пациентам, особенно к квалифицированному врачу, сейчас и терапевтов квалифицированных тоже не так много сейчас стало, да, много фельдшеров, у которых подготовка не всегда бывает высокой в области коморбидных заболеваний, терапевтических заболеваний, то, конечно, я бы хотел обратить внимание на важность этого и не бояться принимать решения по коморбидным заболеваниям, которые особенно относятся к факторам риска. Например, своих пациентов по диабету веду сам я. Многих я веду с дисфункциями щитовидной железы, особенно, например, кардароновые, эндокриновые, как-то не очень уверенно чувствуют их и понимают и не всегда делят правильно на первый, второй. Там лечение же по-другому всё идёт. Даже, посмотрите, если у вас ОКС, то же самое. В мире всё равно сейчас более активно развивается неинвазивная КТ-ангиография, потому что чувствительность специфичности довольно неплохая, и это позволяет уменьшить число инвазивных вмешательств. Поэтому, конечно, следующий этап уже развития кардиологии братской это более широкое внедрение КТ-ангиографии, поскольку сейчас уже стресс-тест у нас появился с эхокардиографией, сейчас надо добиваться того, чтобы КТ-ангиография шире у нас использовалась. Однократный тест можно для снятия диагноза инфаркта, но должен быть очень низкий тогда, там несколько, буквально, нанограмм на литр. Ну вот это Грейс, у нас шкалы почему-то диагнозы выносят, по фибрилляции выносят, вот эту выносят обычно, сколы выносят, все шкалы выносят, это не очень хороший, мне кажется, прием. Почему? Во-первых, шкалы – это групповой прогноз, это не индивидуальный прогноз. Это значит, на тысячи пациентов столько-то будет таких, а вот будет ли этот пациент, там, это большой вопрос. И шкала всегда вас обязывает к чему-то. Вот один балл написали по часу, да, в принципе, уже надо антикогулянт давать, как многие считают. И Грейс у нас вот часто пишут, Грейс такая, такая, такая. Да, Грейс входит, кстати, в последние рекомендации международные, тоже вошла она, но просто я занимаюсь шкалами, прогнозом я знаю, что это такое. Вот это второе крупное рандомизированное исследование, когда тактику инфаркта миокарда с бесподъема СТ определяли по Грейс. На прогноз она не повлияла. Частота ревоскулиризации увеличилась, на прогноз не повлияла. А предыдущее исследование то же самое, оно тоже, то есть использование шкалы Грейс, оно в принципе на прогноз не влияет. А если оно не влияет, оно нужно. А у нас напишут, гипертоническая болезнь, риск очень высокий, СКО там 5%. Две абсолютно несовместимые классификации выносятся в диагноз, как их использовать. Та не очень, а это вообще не валидизировано при гипертонии, вообще нельзя использовать. Лечение инфаркта. Активация лаборатории догоспитальная. Ну то есть диагноз поставили, уже звоним и там уже готово. Если догоспитально активизировать, то естественно, что прогноз безусловно лучше. У нас так же здесь нет? Со второй больницей есть? Ну вот это крайне важный момент, который подтвержден в исследованиях. То же самое бета-блокаторы при остром инфаркте работают. То есть их назначаем за исключением случаев, где на грани у нас кардиогенный шок может быть, там, конечно, не очень желательно. То же самое это деэскалация называется, потому что дорого. Допустим, мы назначаем активный ингибитор, антиагрегант, да, он дорогой. И в принципе, если мы через месяц перейдем на менее активный, ну, имеется в виду клапидогрелл, то в большинстве случаев это оправданное решение. И уже два антиагреганта недорогих мы доводим уже до соответствующего. Это не говорит о том, что это всем надо, да, если высокий очень риск, не первый инфаркт, так далее, тяжелое течение, там, конечно, лучше более активный надолго дать. Но если обычный, то, в принципе, можно деэскалацию провести. И как показывают исследования, это вполне оправданно. Об этих препаратах мы с вами говорили, это тоже позитивно здесь влияет. Это тройная регрессия, то есть сейчас уделяет внимание объему бляшки, липидному ядру и капсуле. Если у нас будет более активная терапия, липидснижающая, то, естественно, эффект будет выше. Ну, и немножко о сервисе недостаточности. Ну, это вот известная градация, да, фракции выброса. Недавно в российском кардиологическом журнале наши эксперты предложили вообще упростить классификацию поменять. То есть они предложили все упростить. Выше 5-10% сохраненной фракции, ниже с низкой фракцией. Все. Отменить Стражевского Селенка 2Б2, ну, это давно надо было сделать, конечно. И это, в принципе, все, это уже история, как бы лучше не пользоваться ей. Вот. Но вот это большой вопрос. Дело в том, что они известные специалисты и вроде опубликовали, а доказательства они не привели. А, в принципе-то, огромное число исследований показывает, что это немножко все-таки разные вещи. Ну, здесь она обозначена как пониженная. Иногда ее промежуточная называют, да, по-разному немножко называют. И более того, она ближе-то вот к сохраненной даже фракции выброса. Не низкой, а сохраненной. И по тактике ведения она к ней относится. Потому что препараты первого ряда, вы видите, да, ингибиторы натрий-глюкозного транспортера. При той и другой форме это препараты первого ряда. Все остальные вы можете добавлять, как бы усиливая терапию, но те вы обязаны просто назначить. И, конечно, вот с этой точки зрения вот это подразделение вызывает, честно, недоумение вот некоторые. Причем бездоказательно они, мы так считаем, но считать можно, но вы исследования приведите, докажите, что да. Там аналитики-то нет в этом же. Ну вот здесь видно, что это основная, но если вы добавите и другие препараты, это, в принципе, прогноз еще улучшится. И вот эти препараты также работают на фоне антагонистов мелкотикоидных рецепторов. И в остром периоде инфаркта миокарда назначение их, это вопрос тоже порой дискуссионный бывает, то ли назначить, не назначить без явной сердечной недостаточности, но оно благоприятно влияет на ремоделирование. Конечно, терапия диуретиками была, если будет и основной, и хорошо, что появились большие дозировки, потому что улучшило несколько ситуацию, но не забываем, что можно усилить тиозидами. И в данном случае 45, но вообще, как бы, общее это правило помните до 30. То есть, в принципе, выше 30 можно работать. И самое интересное, я заглянул в рекомендации нефрологов, которые лучше знают эту область, чем кто бы то ни было. Кейдоки, вот это самая авторитетная у них организация в своих рекомендациях по хронической болезни почек пишет, что несмотря на то, что существует вот это правило, что тиозиды плохо работают ниже 30 мл в минуту, надежных доказательств на самом деле нет. Это значит, надо пробовать. То есть, если у вас, допустим, петлевой не работает, попробуйте тиозид. Иногда вообще разительный эффект. Вот прямо вообще нет мочи. Чуть добавил тиозиды и полилось. То есть, не забываем их. Вот это очень важный момент, почему я его привел, потому что исследование вверх появилось. То есть, пациент должен понимать, как лечат его, какие препараты дают, что препарат делает. Вот это разъяснение снижает смертность. Понятно, что через приверженность, скорее всего, через нее, этим я как раз на приемах и занимаюсь. Из Братска, кстати, немало народу тут тоже едет посоветоваться. Раньше у меня была такая доска, я рисовал здесь. Сердце было всякие, тут разные фломастеры, бы я им рисовал. Но сейчас по-другому. У меня вот здесь стоит второй экран. Он соединен с компьютером, второй. Для пациентов, что рисовать запаришься, а рисунков много сейчас хорошего. Я вывожу на второй экран рисунок, ну, допустим, с бляшкой той же, с инфарктом, с аритмией. И показываем, где аритмия, где их зло находится, почему я должен назначить статин, ну и так далее. Вот когда им разъясняешь, все это, приверженность, конечно, многократно повышается. Фибрилляция, вот это важно, я хотел показать. Течение разное. Вот поначалу будет один, и много лет ничего не будет. Вот здесь назначать антикоагулянты, насколько это оправданно? Вот недавно с ангарчанами беседовали, пациент, мужчина до 60 лет поступил с острым инфарктом. Фибрилляция сама прекратилась. А чат с вас какой? Значит, консилиум собрали, антикоагулянты назначают, ну кто ж назначает в остром периоде? Надо посмотреть, как она дальше потечет. Если вот так, то да. А если нет, то ждем. Когда убедимся, что она рецидивирует, вот тогда и на пожизненное лечение антикоагулянтам дорогим, тогда только и идем. Это поострой фибрилляции. Хирургия – та же самая ситуация. Критические состояния. Еще раз, острая ситуация. Не торопитесь всем считать шкалу, которая в этой ситуации неприменима, и всех обрекать на пожизненное лечение при первой фибрилляции. Омега-3 повышает риск фибрилляции предсердий. Европейцы ввели это уже официально документ. Не снижает, повышает ее. Диагностика – современные методы. Лечение очень важно. Контроль факторов риска. Гипертония, в том числе, с использованием современных препаратов. Антагонисты мирокортикоидных рецепторов могут помочь. Саталол, конечно, лучше, чем обычный бета-блокатор. Это понятно. Но доза должна быть хотя бы 120. И вот эта проблема, давайте всем КУТЭ интервал считать. Проблема КУТЭ – это не на 80 мг, и не на 40, понимаете? Проблема КУТЭ – это на 160 мг два раза. Сколько вы видите КУТЭ на саталоле, на ваших дозах? Поэтому не надо всем заниматься пуганием, особенно пациентам. Оптимальный контроль 70-100. Абляция лучше, конечно, чем медикаменты. И там тоже нужно контролировать фактор риска, потому что рецидивы все равно будут. Терапия и качество жизни, безусловно, при абляции лучше. Нужно ли всем? Другой вопрос. Лучше при пароксизмальной, персистирующей, там эффект уже не очень. Осложнения современные, смотрите, пациентам надо говорить, потому что им никто это не говорит. 4%, два серьезных процента будет осложнение, 0,05 – это смерть. Антикоагулянты – это фиблия, цивилизмный, системный гемостаз. Шкала ЧАЦ-ВАСК – неважная шкала, она оказалась хуже, чем все остальные шкалы, но политика такая, используем ее. Вот этот примитивный алгоритм совершенно, один балл всем назначаем, всем остальным, он, конечно, вот этот вариант, который я постарался привести в своей книге, и часто о нем показывают, что помимо шкалы ее надо учитывать, безусловно, но есть еще большое число факторов риска, как в сторону кровотечения, так и в сторону тромбозов, которые надо учитывать. Дозы пока еще не очень мы хорошо работаем при дисфункции почек, концентрация сильно варьирует, поэтому на одной и той же дозе ривороксабана, апексабана эффект будет разный, потому что концентрация разная. После большого кровотечения, если мы отказываемся, то будут проблемы с тромбозами, в первую очередь. Ингибиторы не всем подряд протонные помпы, а только при очень высоком риске, большое кровотечение, старики и так далее, потому что у них есть масса проблем, дисфункции почек и так далее. Инсульты очень много не диагностированы фибрилляцией предсердия, поэтому чем дольше вы монетарируете при ишемическом инсульте, ну там, где нет очевидной разрыва бляшки с перекрытием большого сосуда, там понятно, какой механизм, а в остальных-то случаях механизм неизвестен остается при ишемическом инсульте, и им нужно как можно дольше монетарировать, мы стараемся ставить, ну мы можем себе позволить 8 суток поставить у себя, но если нельзя, то хотя бы двое суток или почаще монетарируйте, ищите причину ишемического инсульта, если нет явной обструкции тромбоза мозговой артерии, для этого есть все основания, если у пациента с фибрилляцией предсердия произошел ишемический инсульт, то 65% только это кардиомболический инсульт, а треть-то это другого механизма инсульт, у пациента с фибрилляцией может другой инсульт проще произойти, ишемический, инсульт на антикоагулянтах ишемический тоже может быть, значит, надо менять тогда, усиливать как-то антитерапию, как при повторном инфаркте. Раньше стали назначать, хуже не стало, возможно, даже лучше, но не правило 1, 2, 3, 12, через 1 пульс транзиторной ишемической атаки, через 3 дня после малого инсульта, через 6 после умеренного и через 12 суток после большого, возобновляем антикоагулянты, речь идет. Попробовали раньше, в принципе, скорее всего у большинства есть смысл так и делать. Это очень сложная проблема. Не дашь будет ишемический инсульт, дашь может быть геморрагический инсульт. Это надо взвешивать все за и против. Ну, вот, собственно, и все. Ну, и я бы хотел еще вот обратить внимание, что у нас будет онлайн встреча с вами 25 ноября и там будут разбор клинических случаев, подготовленных врачами. Ну, я своими тоже поделюсь, конечно, безусловно, поэтому, если кто-то из вас сможет подготовить, технически мы поможем, конечно, безусловно. Если вы надиктуете в смартфон, да, и картинки сделаете, мы все вам поможем, и, в принципе, можно будет представить клинические случаи. Ну, а это уже Гриша говорил, это мы сегодня фотографировали. У нас так положено. Эти балки какие-то непонятные.